МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три по три чебоксарские ястребы вырвали победу у Уралмаша. Утверждение доходов бюджета, реорганизация поликлиник, ведение границ охранных зон. Это ключевые темы заседания членов правительства. Обо всем подробнее. Дмитрий Ковалев. Девятимесячный бюджет исполнен полностью. В ближайшее время стратегический документ утвердят депутаты. На повестке дня членов Кабмина грядущие доходы региональной казны. Резервы большие. Сейчас республика недополучает львиную долю НДФЛ. Свыше 20% трудящихся продолжают давать заработную плату в конвертах. Их необходимо выводить из тени. Они должны делиться с государством, по крайней мере, и должны отчислять эти налоги для того, чтобы дети ходили в школы нормальные, больницы были отремонтированы. У нас совместная задача вместе с органами исполнительной власти, каждой по отраслевому направлению и с муниципалитетами вместе, выявлять и, соответственно, мы не должны допускать нарушения прав граждан, и трудовых, и социальных. До конца года мы планируем по легализации трудовых отношений выполнить 100%. Ряд муниципальных образований уже выполнили и перевыполняют эти цифры. Члены правительства одобрили и проект регионального Минздрава. Ведомстве предлагают объединить эндокринологический диспансер с клиническим госпиталем для ветеранов войн. Это пойдет на пользу и пациентам, и медицинскому персоналу, который останется на своих рабочих местах. За счет объединения больниц будет воспреждена дополнительная средства на укрепление материально-технической базы, ремонт, повышение и повышение заработной платы медицинских работников. Если сегодня смотреть по эндокринологическому диспансеру, там же оказывалось только терапевтические пособия. Отсутствовала реанимация, отсутствовала хирургия. Будет выстроено нормальное направление работы с перереспределением потока пациентов. И еще один важный проект. Вокруг памятников Василию Чапаеву и Андриану Николаеву, усыпальницы Ефремова, монастырской школы и Владимирской церкви установят охранные зоны. Ведь это объекты культурного наследия республики и страны. В этом году только уже 80 объектов культурного наследия, расположив в АллатРе, полностью охватили весь город. Средняя стоимость работы обходится где-то 38-40 тысяч. Сергей Геннадьевич, как изменится использование земли другими хозяйствами по этому участку? Застройку вести невозможно будет? Нет, застройки там есть ограничения, не более где-то 5-6 этажей. Проект зоны охраны прошел общественное обсуждение. Рассмотрено соседание научно-методистского совета по культурному наследию при министерстве. Также проект постановления согласован в установленном порядке с заинтересованными органами. Проект постановления Кабмина согласовали и с администрацией города. Вопреки тому, что в границе предлагаемой охранной зоны уже возводят 8-этажный дом. Данные ограничения не позволят им вести дальнейшее строительство, что вызовет у них вопросы, вызовет суды. А проект документа зачем тогда согласовали вы? Мы не согласовали. Из принципиальных возражений? Мы не согласовали, по-моему. Ну как? Ваш архитектор города согласовал. С учетом того, что там, если вы публичные слушания уже проводили, их надо ограничить по строительству 8-этажного или 9-этажного дома. Вот нельзя делать. Облик мы там вообще изменим в худшую сторону. За последние годы мы перевели 2000 гектаров земель сельхозназначения для расширения города Чебоксара, Алексей Легович. Вот новые микрорайоны, там 25-этажные дома, они должны быть в одном из микрорайонов. Михаил Игнатьев поручил изучить спорный вопрос совместно с главным архитектором республики. Варианты решения проблемы необходимо выработать через неделю. Мы должны дополнительно писать, где, в чей адрес, для того, чтобы протокольно было все это зафиксировано, чтобы лишние судебные споры нам не начинать. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. 144 школьника из Чебоксара во время осенних каникул побывали в Москве. Победители финальных игр юноармейского движения «Зорница» и «Орленок». Призеров Олимпиад поощрила поездкой в столицу администрации города Чебоксара. С членами одного из патриотических клубов встретилась наша съемочная группа. Ученики 28-й школы, они же юные гвардейцы, победители городского конкурса «Орленок» 2017 года. Маршировать могут, не отрываясь от учебного процесса. На базе их школы уже более 10 лет работает патриотический клуб, а руководит им учитель физкультуры Луиза Ласточкина. Мои воспитанники, многие уже поступали в высшие военные учебные заведения. Многие поступили и закончили, и продолжают работать в нашей Чувашской республике. Под ее началом ученики уже привыкли побеждать в различных спортивно-патриотических соревнованиях. И девочки здесь ничем не уступают мальчикам. Маша Стефинова, к примеру, владеет основами рукопашного боя и с уверенностью заявляет, что сама может за себя постоять в сложной ситуации. В военно-патриотический клуб «Гвардейц» меня привела моя одноклассница. Было очень интересно наблюдать за детьми и их патриотическим воспитанием. Военно-патриотическим воспитанием, потому что это воспитывает характер, силу духа, дисциплину и дает собраться. Сборка оружия для юных гвардейцев не проблема. Меньше чем за минуту каждый из них может с легкостью справиться с этой задачей. Помимо практических навыков, ребята подробно изучают важные исторические вехи своей страны. У юных гвардейцев и с точными науками все отлично. Кирилл Павлов – победитель школьных и республиканских олимпиад. С 7-го класса меня постоянно брали на всякие соревнования, не только на военно-патриотические. И я был незаменимой частью команды. Экскурсия в столицу России была очень познавательной. На самом деле все всем понравилось. Были в доме-музее имени Тютчева. Было очень интересно. Также погуляли по центру Москвы, по Красной площади, по площади трех вокзалов. Было очень красивое место. В целом столица встретила хорошей погодой. И было приятно просто гулять. Юные гвардейцы уже строят планы на будущее. Они вновь готовятся к соревнованиям и собираются победить в республиканском юноармейском движении. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. На грани банкротства речь не про промышленное предприятие или фирму, а про один из немногих благотворительных фондов республики, который помогает бездомным животным. Ветеринарным клиникам и платным передержкам фонд УМКО задолжал порядка 300 тысяч рублей. Подробнее ситуация в репортаже. Алфи, белок и злата делят тесный вольер. Но теперь у них во всяком случае есть крыша над головой, теплая подстилка. Регулярное питание и медицинская помощь. У этих подросших щенков еще четверо взрослых соседей. Все собаки живут в так называемой частной зоогостинице. За вольеры платят фонд помощи бездомным животным УМКО. Кормят и ухаживают за животными волонтеры. Ольга ездит сюда каждый день. Все собачки с разной судьбой, у каждой своя трагичная судьба. Это лайка чистокровная. Ее заводчик принес в клинику, оставил на усыпление, так как у нее были проблемы со здоровьем. Но врачи бесплатно сделали операцию и мы взяли на попечение ее. На вопрос, почему она занимается этим, Ольга отвечает, не может пройти мимо голодной собаки, которой некуда деться, в дождь и холод. На таких людях и держится фонд. Однако усилий небольшой группы уже не хватает. Еду волонтеры чаще всего покупают на свои средства. А передержка пока у нас в долг, конечно. Идут нам навстречу собственники из логостиницы. Но тут около порядка 100 тысяч уже долг накопился. Долги у фонда и перед ветеринарами. Врачи клиник-партнеров фактически бесплатно оперируют, лечат, обрабатывают раны. Они не берут денег за свое рабочее время. Но не могут бесконечно бесплатно предоставлять, к примеру, медикаменты. Сегодняшний день дошло до того, что мы, к сожалению, вынуждены отказать им в лечении. Потому что, помимо того, что мы хоть и любим, конечно, животных, но нам приходится помимо оплачивать зарплату сотрудникам, лекарственные препараты все это покупать, коммунальные услуги все это. В одной из клиник, например, за год мы посчитали, у нас было около тысячи стерилизаций, где-то около 500 кастраций. Приемы лечения это было больше тысячи. Это капельницы, лечения, операции, сложные операции. Это травмированные животные, сбитые машинами. Сейчас фонд у нас находится на грани банкронства, потому что у нас очень большие долги. Это в основном около 300 тысяч. Мы подсчитали последний раз в октябре. И сейчас встает вопрос о дальнейшей работе фонда. Умки не выделяет каких-то дотаций государства. Общество работает за счет пожертвований и собственных средств волонтеров. В группе фонда ВКонтакте состоит почти 9 тысяч человек. И сейчас помощь, как никогда, требуется не лайками, а делом. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов. Республика. Чувашия вновь готовится к международному оперному фестивалю. Уже 27-му по счету. Он носит имя нашего земляка, прославленного баса Максима Михайлова. В самом ярком культурном событии осени примут участие около 600 артистов. В гости приедут известные музыканты и солисты со всей России и из-за рубежа. Сила голосов, красота костюмов, яркие декорации. Для поклонников оперы фестиваль – настоящий праздник. Ведь это уникальная возможность увидеть артистов и коллективы мирового уровня. Познакомиться с легендами оперной сцены. Фестиваль откроется 17 ноября премьерой оперы Евгений Онегин. Чайковский и Пушкин – это гениальное произведение. И здесь, конечно, я в свою очередь пригласила замечательных солистов, я считаю, конкретно в оперу Евгений Онегин. Пригласила тенора Ленского, Юрий Городецкий. Вы просто, может быть, не обратили внимания на то, что это вообще выдающийся певец. И это певец, который прошел, помните, прошлогодний проект «Большая опера» на центральном телевидении. Он прошел в тройку победителей. Во второй день зрители в полной мере смогут насладиться оперой «Любовный напиток» с заслуженным артистом России Андреем Батуркиным и заслуженным артистом Татарстана Нурланом Бекмухамбетовым. В программе фестиваля популярная опера регалета великого итальянского композитора Джузеппа Верди. Практически все исполнители главных партий у нас приглашаются на эти спектакли. Приглашаются не только наши российские звезды, но также и зарубежные исполнители, известные за пределами нашей страны. Особого зрительского внимания достоин арт-проект «Денора» 21 века. Его организаторы сотрудничают с лучшими музыкантами мира. В фонде уже более 50 уникальных программ, в которых звучат произведения различных эпох, стилей и направлений. Очень здорово, когда один фестиваль не похож на предыдущий и следующий. Они должны быть все разные. Так же, как и спектакль. Традиционный голоконцерт соберет созвездия лучших голосов страны и зарубежья. На чувашской сцене выступят солисты известных музыкальных театров из Италии, Румынии, Греции, Канады и Китая. Фестиваль обещает быть ярким и зрелищным. В свое кино в республике состоится третий всечувашский фестиваль «Осам». Его организаторы – Министерство культуры, Союз кинематографистов республики и Чувашский национальный конгресс. Как и на любом киноконкурсе, здесь есть своя награда – статуэтка с чувашским орнаментом, которая символизирует связь неба и земли. За «Осам» поборется 18 фильмов, 9 документальных, 7 игровых и 2 мультипликационных. Кроме этих картин зрители увидят и вне конкурсной ленты. Фестиваль откроется 13 ноября фильмом Марата Никитина «Фуга» в Театре юного зрителя имени Сеспеля. Другими площадками для показа станут Национальная библиотека и киностудия «Чувашкино». Особенность нынешнего кинофестиваля заключается в том, что мы впервые проводим конкурс, показ, выставку киноплакатов. Кроме этого, мы там сделаем выставку киноафиш. Там будут киноафиши 20-х годов, а также фильмов наших кинематографистов, выпущенных в последние годы. Авторы лучших работ также получат награды. Кинофорум продлится до 17 ноября. С программой кинофестиваля можно ознакомиться на сайте Минкультуры Республики. Ледовый дворец Чебоксара-арена на несколько дней превратился в баскет-холл. Пятый и шестой тур и чемпионат России по баскетболу в Суперлиге «Б» прошли именно там. Команда «Чебоксарские ястребы» принимала екатеринбуржскую команду «Уралмаш». Соперник нашим баскетболистам, надо сказать, достался именитый. «Уралмаш» был создан более 50 лет назад, и за него играли известные мастера, например, знаменитый Сергей Белов. А в прошлом сезоне «Уралмаш» победил в Суперлиге в третьем дивизионе. Конечно, команда сразу завладела инициативой. Успешные действия в атаке и аккуратная защита вывели «Уралмашевцев» вперед. У «Ястреба» уже до пары до времени ничего не получалось. Первую и вторую четверти сопернику удавалось практически все. Гости лидировали, и порой разница в счете доходила до 7-10 очков. Лишь в концовке второй четверти «Ястребы» смогли сравнять счет. С течейным результатом команды ушли на большой перерыв. «Я пришел болеть, конечно, за чебоксарские «Ястребы», потому что это наша команда, родная команда, это во-первых. Во-вторых, истории еще не было, чтобы такой высшей лиги, Суперлига номер два, играла наша баскетбольная команда Чувашской республики». После перерыва характер игры почти не изменился, «Ястребы» были в роли догоняющих. В середине третьего тайма уралмашевцы добились преимущества в 6 очков, а в его концовке даже увеличили. Оказалось, что судьба встречи решена. Четвертую четверть команды так и провели. Уралмаш лидировал, «Ястребы» догоняли. За две минуты до окончания игры наступила трехочковая кульминация. Три подряд дальних броска, которые пришли точно в кольцо, вывели нашу команду вперед. Этот матч стал пятым в чемпионате и первым домашним нашей команды. Его удалось организовать на новой площадке. В мире принято стелить такие сборно-разборные паркеты, которые удобны для проведения любых соревнований. И для этого не требуется строить какой-то большой спортивный комплекс, а нужно использовать возможности спортивного комплекса, в частности Ледового дворца. Мы не останавливаемся на проведении баскетбольных игр. В декабре месяце мы собираемся провести еще и чемпионат России по рейтболу. После вчерашнего тура чебоксарские ястребы заняли первую строчку турнирной таблицы. Закрепится ли там наша команда, покажет сегодняшняя встреча. Татьяна Молкова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Это все новости выпуска. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин